Вводит мяч от своих ворот, выбивает его на противоположную сторону поля, там Павел Погребняк за мяч поборолся, Денисов ходит в штрафную и сразу удар по воротам, неплохую атаку сходу провел Зенит. Конечно, главный вопрос, который задавался и задается этому футболисту, как он себя ощущает после такого удачного дебюта, ответ, знаете, не мальчика, но мужа. Все страсти уже улеглись, Погребняк, 1-0. Павел Погребняк, который по ходу первой игры имел столько великолепных моментов, сейчас, я думаю, реабилитировал себя на 100%, очень грамотно, очень расчетливо. И вы знаете, с такой хорошей мхатовской паузой посмотрел, куда двинется вратарь, поймал его на противоходе, вот оставили его одного, передача, и вот сейчас мяч завис в воздухе. Вот передача Игоря Денисова, смотрит Погребняк, где вратарь, и отправляет мяч в дальний угол. Игорь Денисова, поставил так спокойно заслон игрок «Зенита», это был Ломберц. И Павленда как не спешил к этому мячу, шансов у него добежать до мяча не было. А мы с вами еще раз смотрим в повторе идеальную по исполнению передачу. Ширл, конечно, не Шкартел. Ионов, Денисов, Зырянов. Тимачук может пробить с этой позиции, что и сделал капитан «Зенита», но мяч чуть-чуть с ноги свалился. Второго момента Павленда упустил мяч «Ким Донжин». «Зырянов». На замахе «Зырянов» усадил на газон соперника. Ширл получает мяч. Подача! Практика не повредит. Как пошутил один из питерских журналистов, Камил Чентафальский выполняет роль антикризисного вратаря. Денисов! Вторая попытка Игоря Денисова пробить голкипера Пешковича. Запуская мяч строго вот по той самой центральной линии. Самый близкий, самый короткий. С левого фланга. Подает мяч Ионов. «Ким Донжин». Напомнило сейчас вот это розыгрыш этого стандартного положения. Тот момент, когда в первом матче Хаген забивал. «Зырянов» оставил мяч Денисову. Тот здорово. Передачу сделал на Анюкова. Классный пас Александра Анюкова. И, в общем-то... Вот давайте посмотрим еще раз. Анюков сделал все очень грант. Димащука. Передача последовала на Анюкова. Вот сейчас. Ох, как здорово было сыграно в одно касание. Анюков! Зырянов! Анюков! Ну вот, наверное, и это выражение лица Александра Анюкова можно не комментировать. Но блистательную просто ювелирную комбинацию провели футболисты «Зенита». Мяч застрял. Футболисты с берегов Невы. Я думаю, что их будет еще немало. Ким Дон-Джиэн. По баскетбольному так завис в воздухе, но чуть-чуть не довисел, наверное. Смотрите. Не дотянулся до мяча. Может быть, чуть-чуть мяч так по прическе. Очень хорошо в подкате сыграл Ян Юшка. Чернок. В два раза выше ворот. Все-таки больше, на мой взгляд, тяготеет к линии атаки. Но я бы не исключал его, конечно, из этого мощного такого ядра в середине поля. Но все-таки мне кажется, что гораздо ближе друг с другом, гораздо теснее, что ли, действует Тимащук, Зырянов. Хороший заброс на Зырянова. Тот возвращает мяч Анюкову. Тот себе бросил мяч на скорость. Здорово вышел из этой ситуации Александр Анюков. Угловой. Вот еще пять. Двадцать пять метров до ворот. Почти я угадал. Грегушка. Хороший удар. Браво, Камил Чентофальский. Последняя минута. Ширл. Неплохая может получиться атака. Максимов. Но дальше. Дальше надо довести мяч до Анюкова. Денисов. Максимов. Ну и пробить бы. Да, атака она и есть. А вот здесь добавить Алексею Ионову не дали. Белый Гординисов. Я думаю, что если сегодня и будет высказывать какие-то претензии своим футболистам Дик Адвокат, то меньше всего будет у него претензий по поводу организации атак. А вот чем будет недоволен голландец, наверняка это завершающей фазой. Все-таки надо забивать. А так много, а так красивых. Эрик Хаген пошел вперед. Денисов упас направо. Подача. Ионов. Ионов. Максимов. Гол. 2-0. Очередная очень красивая, знаете, такая размашистая довольно-таки атака «Зенита». И Алексей Ионов сбросил мяч под удар Илье Максимову. И тот вколотил его в угол. Посмотрите еще раз. Илья Денисов. Сброс мяча вот здесь. И хорошо, очень здорово, вы знаете, освободил коридор. Открыл зону для удара Алексей Ионов. И в эту зону мяч отправил точным выстрелом Илья Максимов. Действует в обороне. Смотрим с вами еще раз. Вот как грамотно действовал Алексей Ионов. Ну и удар Максимова был хорош, конечно. Ча. Массированный переход центральной линии сейчас демонстрируют футболисты из Златы Моравца. Вот заставляют, заставляют зенитовцы их вернуться к себе домой. Какие-то бразильские корни сейчас пробудились в Павле-Погребнике. Мягко так перебрасывал мяч через вратаря. А Владислав Радимов, который двигался параллельным курсом, развел руки в стороны. Ну что ж. Курочка. Принимает Ломберц этот удар. Так, замена в составе, в составе гостей. Вместо 11 номера, вместо Яна Юшки. На поле появляется 12 номер. Это Мартин Хрен. Радимов. Погребняк. Слишком долго. Павел Погребняк ждал, пока мяч опустится ему на ногу. Павленда оказался, вот посмотрите, более расторопным. Или курочка с хреном. Нарушение правил между тем против Денисова. Анюков. Радимов. Денисов. Вновь Анюков. Треугольник разыгрывают футболисты «Зенита». Радимов. Хороший перевод мяча от Анюкова на Максимова. Какой гол! Это Ким Дон-Джин. И вновь мы с вами видим идеальное исполнение комбинации. Посмотрите. Точно в девятку вгоняет мяч ударом с лёта. Ким Дон-Джин. То, что ему не удалось сделать при игре головой на втором этаже. Когда он приходил на розыгрыш стандартов штрафную. Вот так вот с лихвой компенсировал мощнейшим ударом левой ногой в девятку. И, друзья, такой игровой момент. Принёс он свои извинения. И посмотрите. Вот он, пас Максимова. Но комбинация сама по себе была хороша. С участием Анюкова, Радимова, Максимова, Денисов, Радимов. Что дальше? Дальше пас на Ионова. Погребняк. Слёт убил. Вновь Чернок ведёт борьбу за мяч. Мартин Хрен. Подавать мяч с угла. Навешивает на погребника. И тот бил. И бил вроде бы зряче. Чуть-чуть корпус не развернул в сторону ворот Павел Погребняк. А так бы, наверное, быть очередному пожару у ворот. И не такое сегодня приподнятое настроение у игроков «Зенита». И я думаю, что оно передаётся и болельщикам. Погребняк. В положении вне игры залез чуть-чуть. Залез Алексей Ионов. Нечего, нечего комментировать. Залез Алексей Ионов. Продолжение следует...